какой-то год инокуляция давала плюс в урожайности какой-то год вообще не давала минеральный фон самый высокий урожая нет вопросов больше чем ответов касаемо инокулянтов это точно у нас порядка рентабельность 80 процентов получается здравствуйте дорогие зрители это пять вечеров про сою цикл программ которых мы говорим об агротехнологиях и перспективах сои сегодня наш вечер будет посвящен питанию сои нашей беседе будут участвовать александр слухов заместитель президента по науке компании сока дарья короткова заместитель генерального директора по развитию акционерного общества артель юрий колодий руководитель сибирского центра плодородия и семеноводства и даниил белевинский директор по развитию компании полидон агро генеральный директор агрономы черноземья во время нашей прошлой встречи мы говорили что все в сои начинается с выбора предшественника а вот питание сои кажется начинается с инокуляции семян дарья владимировна акционерное общество артель проводила много экспериментов связанных с этим агроприемом как вы ваши выводы каковы результаты мы прошлый раз на прошлой серии разговаривали о том что есть определенные особенности майской погоды который у нас складывается момент посева и мы прекрасно знаем что для того чтобы работал биота нужно чтобы было тепло и влажно и сочетание этих двух параметров у нас в почве складывается редко инокуляция этот процесс часто нами не контролируемый однако он присутствует массово в нашей зоне и действительно в нем надо попытаться разобраться значит первый опыт про который хочу рассказать традиционный когда взяли кучу инокулянтов протравили кучу семян посеяли и дальше начали наблюдать как обычно все это произошло в экстремальную погоду для этого агроприема когда было очень холодно и инокулянты очень долго и тяжело начинали свою работу им тяжело им надо сначала же размножиться потом внедриться и потом уже начать работать те года мы еще могли себе позволить съемку с дронов с мультиспектральным снимком красота была вот четкая по каждому варианту выделялись наиболее удачные варианты где произошла инокуляция однако мы видели что был вариант без инокулянта и без питания этот вариант однозначно начал проседать у него сразу появился хлороз на листьях и стало понятно что реально очень и очень тяжелая ситуация надо как-то его спасать мы располовинили этот вариант и на половинку варианта под дождь раскидали селитры естественно все позеленело результат тоже улучшился что мы увидели на этом опыте первое то что да эффект в этот год самым лучшим вариантом по инокуляции добавил нам еще столько же урожайности как и без ну как и исходный уровень контроля без инокуляции то есть мы плюс сто процентов получили урожайности это первый момент второй между инокулянтами была колоссальная разница по эффективности работы это мы тоже увидели получились у нас те кто хорошо работал те кто плохо работал тоже это все на графике есть но еще один фактор хотел бы здесь затронуть это то как поменялась текучесть семян на разных инокулянтах мы все понимаем что для того чтобы инокулянты могли какое-то время существовать самостоятельно без хозяина без почвы туда добавляются различные полисахара и эти полисахара очень серьезно повлияли на физические свойства семян как мы на это наткнулись мы высевали там условно 100 килограмм на эту делянку мы должны высеять остатки мы собирали в мешок и высыпали новые партию семян и мы увидели что где-то мы сыпали чуть-чуть а где-то мы высыпали половину то есть за счет вот этой склеиваемости да за счет снижения текучести выдержать нормальную норму высева нам не удалось и вот этот фактор нужно обязательно учитывать вот это все мы обсуждали на первом вечере когда говорили про семеноводство да и про создание с семян с различными обработками на семени это надо учитывать обязательно вообще именно в сои конкретно есть несколько хитростей которые связаны с обработкой семян непосредственно заводе поэтому внимательно нужно следить за если вы пользуетесь инокулянтами за текучестью это все легко проверяется нужно высыпать семена из ну кто-то лейка называет кто-то говорит из из конуса да и посмотреть как семена будут распределяться насколько они будут растекаться или склеиваться и отслеживать внимание внимательно норму высева опыт про который сейчас говорю мы закладывали аж семнадцатом году много воды утекло и инокулянты реально стали более технологичными чем тот ужас которым мы работали тогда то есть там вариации было очень много сейчас тоже на рынке встречаются разного качества инокулянты по технологичности и сейчас мы конечно же можем себе позволить заранее обработать обрабатывать инокулянты чтобы они полежали в мешках без потери каких-либо свойств и инокулянта и семян и физических свойств самих семян тот год мы прекрасно осознали что история с инокуляцией она не стабильна какой-то год инокуляция давала плюс в урожайности какой-то год вообще не давала и какие-то года у нас даже была ситуация когда снижалась урожайность и здесь стало понятно что этот агроприем конкретно не для нас потому что тот кто сеет свою посою еще может накопить этот фон за одну удачный год инокуляции потом как-то на нем выезжать у нас такой вариант не пройдет поэтому значит мы начали искать варианты для того чтобы азотом насытить растения не с помощью клубеньков а из минеральных удобрений и пошла целая широкая линейка этих вариантов что касается еще инокулянтов нас как раз в те же годы на заводе появилась отдельный агрегат который называется порционная протравочная машина которая позволяла нам наносить послойно историю с разными смесями на семена и здесь как раз тогда мы еще вся страна отравила только максимум семена максим тот еще максим нельзя было не рекомендовалось смешивать с инокулянтами и на самом деле вот эта вещь сейчас появились другие протравители которые производители уже сняли этот запрет на смешивание с инокулянтом но в любом случае если вы используете новый для себя протравитель вот этот момент следует уточнить очень хорошо у производителя насколько смешиваемость влияет плюс мы понимаем что на семенах у нас еще возникла потребность добавить туда различную микруху и ее про нее мы сегодня еще тоже поговорим потому что агроприем вполне достаточно распространены и так как у нас есть на нашем семенном заводе такая возможность то есть наши покупатели могут прийти сказать мне пожалуйста протравите вот это и этим спектром канистр который я вам дам этих канистр может быть 56 то есть любителей намешать много и теории на рынке много которые касаются вот именно протравливание семян и вот это вот послойное нанесение помогало нам вылезти из ситуации когда надо было нанести несмешиваемые скажем так здесь этот агроприем имеет место быть и себя прекрасно там чувствует значит по поводу дублирование инокулянтов еще есть одна такая история у нас есть любители когда говорят о том что я сейчас нанесу жидкий инокулянт а потом еще в сейлку сухой чтоб уж наверняка хоть кто-нибудь из них подействовал на самом деле песня слышала неоднократно тоже мы и у себя на делянках проверили и мы взяли прям два серьезных инокулянта ногтинама и нппл оба они достаточно неплохо себя показывали у нас по череде опытов и надо сказать что двойная инокуляция не принесла сколько-нибудь весомого выхлопа в урожайности или в белке поэтому в принципе если инокуляция привить проведена качественно одним из этих способов да то двойная норма не принесет какого-то эффекта хочу задать вопрос данилу романовичу на ваш взгляд что следует добавить в протравочную машину кроме инокулянта чтобы выросло что-нибудь хорошее высокоурожайная ну я наверное начну тоже хочу дополнить комментарии дарья владимировна вопросов больше чем ответов касаемо инкулянтов это точно и вот мы начали разговаривать о том что конечно с неорганикой работать да там условно с неживой материей более понятно более ожидаемый результат нежели чем когда-то работать живой материей мы это плотно этого коснулись когда тоже пошли немножко в микробиологию то есть всегда мы занимались питанием растений с точки зрения неорганических веществ ну как бы понятно органика там виде аминокислот но вот именно с такой живой матери я когда с ней соприкоснулся понял что здесь все далеко не очень просто с инокулянтами тоже мы последние годы плотно работаем закладываем много опытов в том числе как бы у себя в производстве скажем так видим некоторые корреляции изменения интересный фактор который вот прошлый год для нас показал что влияние протравителя на действие инокулянта это очень важный момент на который надо обращать внимание причем меня очень сильно удивило но как бы те выводы которые мы сделали по крайней мере своих опытов что именно реакция на инсектицидные действующие вещества оказалось более острой нежели чем на фунгицидные хотя как правило многие наоборот думают что там вот фунгицид должен как-то угнетать условно инокулянт хотя опять же как бы если но с точки зрения теории рассматривать то фунгициды они у нас работают по грибам как бы они никакого там бактерицидного скажем так действия не имеют вот разбирался по этому вопросу тоже с микробиологами задавал вопросы как бы но мне было интересно послушать их мнение как бы как гипотезу такую изложили что он скажем так грибы и насекомое да насекомые более сложно развитые организма соответственно действующие вещества которые по вредителям по насекомым делаются они более агрессивные в принципе сами по себе имеют более скажем так такой жесткий эффект и соответственно они более токсичны в том числе и для бактерий но это вот такая гипотеза как бы повторил в этом году этот опыт мы в этом году повторили опыта но у нас в этом году вообще не инокулянты никакие себя никак не показали просто вообще от слова совсем и это тоже как бы для нас большое удивление хотя мы опять же там сделали ряд различных повторений в том числе со смешиваемостью мы сделали и раздельные обработки то есть когда наносили протравитель потом отдельно за день до сева или в день прям посева наносили инокулянт сеяли ну то есть пока что и говорю вопросов больше чем ответов я обязательно как бы этой всей информации хочу поделиться но как бы так немножко такой анонс нас на юг агро ждет всех большая конференция ребята соевый комплекс нас я думаю всех приглашают как бы и зрители кто придут там вот уже смогут увидеть какие-то конкретные цифры которыми мы будем готовы поделиться вот поэтому все что касаемо инокулянта вот я наверно сейчас больше стал хотя если прошлый год опять же вот где показали себя инокулянты в действии мы увидели разницу урожайности порядка 1 тонны то есть если у нас контроль там где инокулянт не сработал мы получали урожайность в районе там двух тонн то разные причем инокулянты которые сработали разных производителей они были все урожайность там была в пределах где-то 28-30 центнеров то есть но это прям весомая разница с точки зрения как бы микроэлементов если да мы говорим то как показывает опять же наши опыты наша практика мы рекомендуем носить комплекс микроэлементов потому что понять точечно какой конкретно микроэлемент нанести на семенной материал чтобы он дал вот этот вау-эффект и выстрелил но это достаточно сложный процесс то есть здесь мы заходим там начиная с точки зрения почвенного анализа и погнали дальше там все раскладывать на старте опять же как бы для любого растения неважно там это будет соя подсолнечник кукуруза там зерновые и так далее ему по факту вообще она будет питаться за счет питательных веществ которые есть в самом семенном материале ему ничего не нужно до момента когда у него не да она не перейдет уже на тип питания когда да там работает фотосинтез работает корневая система в этот момент да конечно какие-то микроэлементы могут понадобиться растению но вот вычленить какой конкретно из них ну это вот прям тоже такая достаточно сложная сложный алгоритм поэтому как бы есть подобранные комплексы микроэлементов и я со своей стороны всегда рекомендую как бы ну неважно с кем вы из производителей работаете берите просто какой-то один комплекс не надо вот эту кашу делать из топора когда да там как сказала дарья опять же когда там пять канистр привозят все это замешивают это там чревато мало того что несовместимости там под в по физиологическим воздействием на тот же инокулянт на протравитель на текучесть семян с текучесть семян могу сказать это не только на сои такая история у нас была мы когда закладывали площадку когда делали аграбатал по протравителям вот я тогда тоже первый раз столкнулся причем я увидел разницу именно на самих протравителях как бы даже протравители будут влиять на текучесть семян и разница есть в этом мы в этом году с данилом заложили часть опыта в перекрестных нам было интересно еще одну точку получить подтверждение каких-то своих теорий вот и в том числе вот именно по протравливанию микрухой да вот у нас и у меня есть препараты да которыми ребята пользуются у себя в оптах которые показывали вот мы там сортами обмениваемся короче говоря работа кипит но и собственно говоря по результатам этого года у нас получилось что мы испытывали несколько добавок да с микроэлементами на сои вот частности было полидонаминомикс был сульфат цинка был препарат с молибденом биотен секстра и сульфат магния это наиболее ну такие у нас был положительный опыт с кобальтом молибденом с препаратами два года подряд на пяти сортах мы получали более-менее устойчивую прибавку и сейчас решили тоже проверить и эти микроэлементы каждый из них не каждый из тех препаратов которые я назвала дал некоторую прибавку относительно контроль но мы в любом случае эту историю еще раз еще один год посмотрим потому что все таки пока это какое-то слепое что то мы там нашариваем в темноте где-то чтобы отловить что-то что может еще добавить на самом деле работ очень много особенно еще советских когда обрабатывали препаратами с кобальтом препаратами с молибденом особенно на дальнем востоке куча там диссертации защищено на этот счет когда ты начинаешь перепроверять эти вещи многие из них не рабочие а что-то действительно может выстрелить поэтому надо поиск не останавливать все меняется погода сорта все меняется поэтому ничего здесь нет такого что один раз сказано было и это всегда будет работать это все надо я добавлю то что вот единственной своей практике в чем я точно убедился что применение микроэлементов именно в обработку семян это самая высокорентабельная как бы самый высокорентабельный агроприем по применению вот стимуляторов микроэлементов потому что затраты на гектар получается не такие большие но вот выхлоп в этот там полтора-два центнера как бы он полностью окупается и дает как бы свой результат александр николаевич то нужно дать растению чтобы реализовать урожайность сорта как вообще выстроить правильную систему питания ну прежде всего мы начинаем опять плясать от печки до от содержания минеральных веществ в почве непосредственно то есть о чем нам говорит наука там допустим что касается свои свои одна из таких культур народ наряду наверно с подсолнечником пожалуй только которая выносит из почвы максимальное количество питательных веществ то есть азота выносит на 10 центнеров 72 72 килограмма в действующем веществе фосфора 23 и калия порядка 38 то есть это вот уровень самой такой культуры это практически подсолнечник то есть но все потребление данных элементов химических она не равнозначно по этапам по возрастным этапам то есть основное потребление начинается от цветения и заканчивается наливом бобов то есть в первый этап от сходов и практически до цветения культуры нет необходимости в этих больших дозах минеральных удобрений она потребляет порядка пяти процентов от всего объема ну и там порядка 15 процентов уже после завершения бобообразования основное потребление приходится вот как раз на вот эти фазы от начала цветения до заканчивания до окончания бобообразования культуры поэтому вот из этих соображений ну и то что касается допустим тех моментах о которых я думаю в дальнейшем нам расскажет юрий антонович очень интересных я также добавлю свои пять копеек по поводу инокуляции но наша компания исходя из такие из тех производственных опытов которые мы наблюдаем даже их нельзя назвать опытами из производства которое мы наблюдаем от юга россии заканчивая дальним востоком все-таки отсутствие инокуляции мы считаем это но одно из самых грубейших нарушений в технологии мы все-таки рекомендуем есть нюансы непосредственно да не есть опять же есть дальний восток у которого свои взгляды на на этот счет потому что культура выращивается практически как моно культура все в обороте есть все остальные то есть я имею ввиду под всеми остальными это европейская часть российской федерации и зачастую соя выращивается иногда ну культура новая для некоторых предприятий несмотря на то что сейчас посевные площади активно развиваются вот и соответственно опять возвращаясь к минеральному питанию то есть вот усредненный то есть все должно основываться на агрохим анализе на расчете если брать для примера юг россии краснодарский край где собственно находятся также часть наших семеноводческих посевов по большому счету у нас лимитирующий фактор на наших кубанских черноземах это влага и это мы наблюдаем очень ярко это проявляется на орошении когда в круге мы получаем бизнес-план наш 37 центнеров а за кругом при вот такой повышенной засухи то есть мы получаем 17 центров я думаю и ответ очевиден что по большому счету почва имеет все для того чтобы культура реализовала свой потенциал нужна только влага но нельзя сбрасывать со счетов и влияние также высоких температур то есть вопрос конечно интересный как использовать минеральное питание но она может быть использована прежде всего как основное удобрение потому что опять же повторюсь соя только достигая корневая система когда достигает этих самых глубин мы знаем что фосфор практически не мигрирует в почве как и калий вот куда мы его положим при основной обработке почвы там в 22 сантиметров 25 вот там он и будет находиться и там его во время как раз когда культура разовьет достаточно достаточно корневую систему чтобы усвоить этот момент соответственно он ей будет усвоен если опять же повторюсь будет влага это то что касается основных удобрений то что касается опять не хочу отнимать хлеб у юрия антоновича он более подробно расскажет о промежуточной культуре о влиянии я хочу я могу просто лишь на с точки зрения агрохимии мы уже этот вопрос пытались обсудить на предыдущей программе что такое промежуточная культура и как она влияет да собственно если погружаться в агрохимию существует у растения три вида основных питания да то есть я сейчас буду говорить о корневом питании именно первое питание корневое называется корневой перехват когда корневой волосок просто-напросто дорастает до элемента питания и усваивает его второй второй тип питания это питание и он же основной наверное или может быть я не знаю нет второй все таки это диффузия то есть взаимное проникновение молекул одного вещества молекулы другого да при при ослаблении концентрации и третий тип питания это массовый поток то есть когда растворенные питательные вещества промежуточной культуры поднимают и увеличивают концентрацию всех питательных всех питательных веществ в корне обитаемом слое вот и именно вот использование в этом случае промежуточной культуры как культуры позволяющий насытить корне обитаемый слой более легко усваиваемыми элементами питания позволяет культуре последующей культуре реализовать свой потенциал хорошо думаю нужно передать слово юрия антонычу и спросить о том как вы выстроили свою систему питания сои особенно меня интересует вы выращиваете сидираты в системе наутил покровные культуры но аналог сидиратов с той разницей что их не заделывают почву обычно выступают скажем так замена минеральному питанию у вас системе и сидираты и минеральные удобрения применяются да да у нас именно комбинация органы минеральное питание то есть если мы говорим о дальнем востоке да я с коллегами соглашусь у нас перенасыщенный все в оборот по своей соответственно соя насыщена резобиями и у нас нету экономического смысла применять дополнительно инокуляцию при хорошей подготовке почвы и качестве посева у нас клубеньки появляются на первой фазе настоящих листьев без анокуляции но это исключение такое дальнего востока вот по минеральному питанию здесь мы исходим больше от экономики процесса да то есть и исходя из базового принципа плодородия почвы мы ставим задач там получить 20 центров плюс в данном случае мы базовая норма внесения удобрений 50 60 килограмм аммофоса физическом весе на гектар не обязательно в рядок можно и разбрасываем перед культивацией либо за перед закрытием влаги да если мы ставим более высокие цели по урожайности то есть у нас почва более плодородная полиполироза и и у нас там был сидерат промежуточный тогда мы вносим 200 килограмм диаммофоски 10 20 20 на гектар физическом весе также разбрасывание перед посевом промежуточной культуры тогда мы ставим перед собой задачу получить 40 плюс то есть у нас два таких экономические направления да то есть ну соответственно в экономике это звучит так при 20 центнерах сои при цене на 40 тысяч за тонну у нас порядка рентабельность 80 процентов получается то есть под основную обработку вы фосфорно-калина не вносите это все весной под культуру а почему под основной не вносите не успеваете знаете как надо как надо надо расти надо наращивать органическое вещество и надо наращивать минеральное питание чтобы повышать урожайность я в симбиозе минералки и органики вижу путь по росту рожайность дарья владимировна вы как вносите минеральные удобрения свои технологии у нас вообще все все под все культуры мы стараемся а вспахать б под спашку внести вот под самую глубокую обработку внести фосфорно-калининые удобрения все это делается с осени но это вопрос это вопрос эволюционный то есть все в большинстве случаев начинают дай-ка я засыплю в селку потом дайте в предпосевную раскидаю под предпосевную потом уже когда становится но появляется понимание что все-таки нужно туда глубже в фосфор калий который не промывается вносить люди переходят на внесение с осени под самую глубокую обработку и здесь у нас диаммофоска ну или аналоги диаммофоски которые там зависимости по экономике что она может могут предложить поставщики вот что касается азотного питания здесь вообще большой вопрос и мы неоднократно эти опыта закладывали по азотному питанию значит какие существуют поверья да что азота много выносит соя что инокуляция у нас не стабильно значит наверное азот надо выносить минералкой и надо выносить предпосевную культивацию нас все хозяйство настроено на обработку на работу с кассом от селитра мы отказались ввиду ее взрывоопасности в нашей зоне поэтому все у нас перешло на касс и в сравнении касс селитра по всем культурам по которым мы работали в предпосевную обработку разницы нет никакой но именно соя у нас кстати говоря отличалась тем что соя негативно не так соя не то что негативно если сравнивать в листовую подкормку сои карбамид и касс то здесь лучше карбамид касс конечно очень фитотоксичность вызывает большую чем карбамид и это сказывается реально на урожайности мы там пару лет прогнали эти опыты вот тут как бы ответ точно очевидный что касается в принципе азотного питания и можно видеть что разные варианты мы предпринимали доз с азотным питанием и в этом году апофеозом этого опыта стало то что у нас прибавки не было даже в сравнении с контролем без внесения азотных удобрений на наши но это даже не делянки были это в несколько гектар опыт был и я честно очень внимательно следила за ним течение сезона я ожидал увидеть какие-то желтые полосы по недостатку азота по хлорозу но отмечена эта история не было я ожидала что сейчас из-за того что у нас будет невысокая влага в течение всего сезона но объективно влаги было мало особенно в налив сои в критический период в цветение тоже с влагой были проблемы однако это дало урожайность порядка там трех тонн сои нормальная урожайность абсолютно хорошая для нашей зоны и ее она смогла сформировать и без азотного питания короче говоря с азотом надо разбираться очень внимательно принимая во внимание все те дозы минеральных удобрений которые мы вносим и под предшествующей культурой тоже конечно считается что азот справедливо считается что очень мобильное вещество но у нас нет промывного режима и в наших черноземах говорить о том что там замкнулась влага сверху поступившие снизу поступившиеся это куда-то там ушло но нет у нас вот но не возникает нас последние годы таких ситуаций что долго долго лил дождь и это все промыло с течением сезона у нас такого не бывает поэтому азот он там где-то лежит в почве он там может быть чуть выше чуть ниже где-то там мигрирует но в целом в целом вазот внесенный в предпосевную обработку он сохраняется до момента потребления культуры мы это видим на всех абсолютно культурах и на сои в том числе что же касается листовых подкормок по сои то нас вот эта схема карбамид плюс сульфат магний несколько раз мы укатали по разным сортам по разным годам прибавка была стабильная кроме этого года в этом году чего мы только не внесли по листу на сою и серу и фосфиты и сульфат магний короче говоря там целый был комплекс опытов и урожайность стоял и белок стоял как привязаны и надо сказать когда у тебя весь огромный полигон соевый с предпосевным несколько вариантов по питанию из листовым показывает один и тот же результат по урожайности это говорит что конечно есть факторы которые в большей степени повлияли вообще в этом году по белку большой вопрос как вообще работать с белком на сою для белка ведь тоже влага нужна для формирования белка влага не только на валовку влияет но и на белок это очень энергозатратный процесс формирования белка для него тоже много чего нужно и вот тут в этом процессе надо еще искать как нам на белок влиять и можем ли мы вообще что-то сделать в данном вот стабильно из года в год сделать вот так наверное по азоту азотное удобрение мы не применяем да мы акцентируем внимание на поддержание симбиотического аппарата да то есть чтобы у нас постоянно работали клубеньки вот в этом году был такой удачный опыт которую мы будем распространять пришли европейскую часть со своим технологическим подходом саратовская область хозяйство покровскагра это левый берег волги это очень серьезно до осадков практически не было вот хозяйство путем листового питания в ответственные фазы поддерживала работу симбиотического аппарата привет практически полном отсутствии осадков на багаре 15 центнеров и протеин 38 то есть азот мы и ищем через из воздуха через заработать симбиотического аппарата вот мы стараемся делать так как вы заставляете растения делиться с бактериями питательными веществами симбиотического аппарата поддерживать значит опять же обратимся к науке доказанным фактом для того чтобы растение для того чтобы резобиум поднял один килограмм азота растения да значит растение должно ему дать 25 килограмм сахаров один к 25 да то есть уровень фотосинтеза здоровья растения должен постоянно поддерживаться на таком уровне чтобы сахара постоянно кормили резоби да то есть вот и в этом плане то есть мы даем ударные дозы листового питания там нет нет там 100 грамм не там литр а каждая обработка от 10 до 20 литров органов органа хилатов вот чтобы это ударная доза стимулировала фотосинтез и опускание сахаров в резобиум в ответ получая азот ответственные фазы они всем известны да то есть это второй третий троечный лист да и дальше бутонизация цветение и налив часто встречается тот такой прецедент что мы там защитили свою от сорняков там посмотрели еще на инфекты фунгициды по болезням и все и забыли а вот александр николаевич подчеркнул а ей то нужно тогда после бутонизации цветения соя потребляет больше 90 процентов и центральным элементом этого питания как раз является азот то есть мы до этого выращиваем эти клубеньки питаем кормим чтобы они были способны поддерживать такое масштабное поступать отдачу азота наверх то есть у нас это такая частая масштабная практика листового питания получает у нас поддерживать клубеньки активными до налива вот мы проводим часто день поля бобы сформированы вырываем корневая система вся в активных клубеньках вот часто мы клубеньки обрезаем путем гербицидных стрессов очень часто это обрезается засухой то же самое да когда углеводы растение тратит не на клубеньки на развитие новой корневой системы в поисках питания и влаги и чтобы этого питания влаги хватило для клубеньков именно в такие кризисные моменты нужно дополнительно вводить эффективное масштабное листовое питание а что там в кроме хелат это хвост а в середине то что какой элемент они по по определению многозначные макро микроэлементы то есть это по определению там то есть набор микроэлементов как бы в хелатной форме разных да 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 ну это вот как раз к тому о чем я говорил про обработку семян что на самом деле мы с почвенным анализом достаточно много работаем и понимаем что да можно выделить какие-то проседающие микроэлементы вот и точно давать их но тоже как бы порой получается так вот я допустим беру по своим полям которые у нас производственные мы выделили мы видим что там как правило ни один не два микроэлемента у тебя будет выпадать в любом случае там их будет три-четыре и проще просто дать тогда какой-то комплекс этих микроэлементов ну с акцентом условно на вот те которые выпадают потому что и опять же заходить все таки тут не через почву а правильно как бы да там через листовое питание потому что опять же мы возвращаемся к тому что в почве очень можно много факторов которые будут влиять на усваиваемость этих микроэлементов начиная там от влаги микробиоты паша почвы и погнали поехали единственный у меня вот вопрос как бы возник вы назвали такие это 10 20 литров на гектар тут же всегда вопрос стоит просто в экономике будет ли это выгодно может быть реально проще тогда додавать этот азот который мы получаем от этих клубеньков дробно там в течение сезона додавать его просто по вегетации позвольте вот если у нас был такой опыт мы додавали азот и мы тем самым выгнали неимоверную вегетативную массу то есть солома была а бобов как таковых мы выгнали между междоузлия высоченные то есть вырастили вегетативный аппарат бобов было единицы здесь речь идет об обратном если они правы юрий антонович меня поправит здесь наоборот укорачивание междоузлий и наращивание именно бобов в этом случае происходит просто ситуация когда люди ну как бы идя на поводу я не знаю с руководствуясь благими намерениями заведомо пытаются выйти на какой-то урожай пользуются пользуясь повышенными дозами минеральных удобрений изначально получают огромную вегетативную массу без урожая на дальнем востоке говорят я не знаю насколько употребима этот термин говорят она задурковала свое задурковала ну вот так говорят производственники то есть насыщение минеральным минеральный фон самый высокий урожая нет при этом при этом нет урожая есть солома замечательная интересно вот ваша версия по поводу того что вырастить клубеньки заставить растение как бы уйти от стрессов максимально это я логику все понимаю что до эксудаты должны постоянно выделяться растениям в полной мере чтобы клубеньки сформировались и я понимаю да с точки зрения опять же листового питания как это можно сделать то есть есть много продуктов и стимуляторов аминокислоты что будет поддерживать комплексы микроэлементов с помощью чего это можно но тут вопрос всегда становится же в рентабельности всего этого процесса насколько этот процесс вот он будет финансово оправданной 6000 рублей на гектар вот подкормка да то есть масштаб минерального и листового питания в итоге получается у нас 9 тысяч рублей на гектар чтобы получить 20 центнер ну 20 плюс понятно да 20 плюс а вы просто еще говорили про 40 центнеров тогда мы увеличиваем минералку 200 килограмм диамасовский но слушайте там получается что экономика 40 центнеров она гораздо интереснее чем даже при 200 килограммах диамасовский вопрос знаете вопрос изначально плодородие почвы да то есть мы ложим 200 в те почвы которые дадут 40 а те которые слабые по своей истории до изначально да то есть гумус там флоте слой либо кислый да с ними мы работаем путем сидератов и тогда через там 24 года зависимости по циклу севооборота они встретятся с 200 килограмм и когда они будут готовы выдать 40 на гора питать иллюзии что мы дадим 200 сыпьем 200 килограмм или 500 и даст нам 40 нет мы таких пилюзи не питаем на какой элемент вернее так вот при оценке плодородие почвы которую пропускать поле слабое которое пропускается через сидераты вот какой параметр вы отслеживаете чтобы понять поле готово для сои но прежде всего это гумус да вот на гумус за три года сидератами не сдвинешь это же сотни лет знаете когда мы правильными сидератами да я вам дарья показывал фото корневой системы вот когда мы правильными сидератами увеличиваем органическое вещество вот история колхоза то есть дальний восток это соя поле традиционно в истории имела 7 8 центров но привыкли да это с тяжелый суглинок там и прочие прочие дела сделали сидеральный пар сидеральный правильный на следующий год 25 еще через год 21 но это не гумус это наверное именно структура это гумус это что 98 процентов гумуса это органическое вещество увеличили органическое вещество соответственно гумус вырос то есть вот понимать все в комплексе структура согласен вот структура может влиять на порядок мне запомнилась фраза юрия антоновича что мы уничтожаем клубеньки гербицидными обработками потому что они вызывают стресс у культуры вот хочу данил армановича спросить возможно ли да возможно ли сохранить клубеньки и стресса связаны с гербицидными обработками как-то уменьшить некоторые например аминокислоты применяют сейчас да сначала как это к дополнению уничтожаю ли да конечно уничтожаю потому что мы понимаем что защита сои но по крайней мере у нас так она весьма агрессивная цель понятно сделать так чтобы свое было чистое и мы четко тоже видим разницу между соей которая выращивается без конкуренции и когда она зарастает мы понимаем что в принципе любая обработка для растения будет являться стрессом не обязательно гербицидная даже фунгициды инсектициды это пестициды это да там это химические препараты и в любом случае растение так или иначе будет реагировать но в большей либо в меньшей степени на обработку ошибка ну там многих там сельхоз товаропроизводителей там ребят которые занимаются вот темы листового питания стимуляторов когда давайте вот там дадим там что-то какие-то там фитогормоны дадим для или там аминокислоты или еще что-то дадим для того чтобы снять стресс надо четко понимать с каким стрессом мы работаем и что мы хотим как бы чтобы растение получила в этот момент потому что один момент когда мы делаем осознанный стресс вот гербицидная обработка это осознанный стресс мы заливая гербицид в опрыскиватель мы уже должны понимать что мы едем зачищать понятно поле от конкурентов но наша соя она будет стрессовать что можно в этот момент сделать вот здесь как бы на опережение можно работать фитогормонами да не давать перекоса этилена абсциссовой кислоты в эту сторону а балансировать также там ауксинами цитокининами гибрилинами ну то есть тут как бы уже тоже ведется подбор фитогормонов если мы работаем уже скажем так по сложившемуся стрессу здесь я больше сторонник аминокислот именно подбора аминокислотных комплексов потому что растение в любом случае синтезировать и выводить в принципе действующие вещества из скажем так реутилизировать их из своего организма растение будет с помощью аминокислот соответственно вот именно добавление аминокислот в этом плане поможет растению вот пережить лучше этот стресс александр николаевич вы что посоветуете сельхозпроизводителям которые свою выращивают листовые подкормки что добавлять чем покормить я могу сказать свое высказать свое личное мнение то что допустим всем известно эти опыты опять были заложены еще не сегодня в те времена когда можно было это все делать занимались этим научно-исследовательские институты то что несомненно то что листовое питание оно используется растениями более эффективно если минеральное удобрение используется там на уровне 60 70 процентов растений то листовое питание вот органахилатная в частности используется растение практически на 90 процентов то есть вот эти все вещества которые содержат данные виды удобрений то что касается применение микро макроэлементов в различные фазы да несомненно эффект от внесения допустим серы когда она вносится до цветения непосредственно в начальный период цветения молибдена низ низа бора несомненно все эти вещи они дают положительные эффекты хочу обратиться ко всем нашим экспертам с запросом от сельхозпроизводителей как можно увеличить количество протеина все ли дело в генетике или можно воздействовать питанием александр николаевич однозначно нельзя ответить на данный вопрос дело и в генетике дело и в питании и когда мы идем в производство приезжаем в гости к дарьи владимировны и смотрим компания артель никогда ниже 42 протеина на наших сортах мы не наблюдали ни разу с чем это связано дарья владимировна наверно нам скажет какие производственные секреты они применяют но я думаю что прежде всего ну опять же с другой стороны хочу сказать что создание для культуры тех же самых пресловутых вернее снятия пресловутых стрессов также влияет на данный фактор и самый высокий по в протеин я не знаю повторюсь не повторюсь мы в этом году при самой высокой урожайности на улице раскраспелых сортах мы получили в условиях достаточного и избыточного увлажнения в республике башкортостан то есть урожай выше трех тонн с гектара при сорок четвертом сорок пятом протеине то есть куда ну вполне достойные и те результаты опять же которые получает юрий антонович на его технологии нам говорят что это все-таки умение работать с различными родами хелатных удобрений с промежуточными культурами также позволяет раскрыть потенциал на сорте но нельзя не забывать о том что получение высоких урожаев как и на иных культурах они взаимосвязаны с такими качественными хозяйственно ценными характеристиками то есть невозможно получить самый высокий протеин на самом высоком урожае эти факторы они взаимосвязаны и самый высокий урожай который мы получали на сорте эскариана это было это было три года назад урожай порядка шести тонн с гектара кстати был получен мы заняли тогда первое место в туркмении на орошении протеин был порядка 36 34 34 36 но урожай был конечно выше среднего в два раза самый высокий урожай вот поэтому производители я думаю нужно прежде всего учитывать и делать как бы выводы не не получение высокого протеина получение вот этих двух показателей которые бы должны быть взаимосвязаны это наличие и протеина и урожая то есть нужно считать протеин с одного гектара то что сортовая особенность в первую очередь влияет это точно и мы видим что на ультра скороспелых сортах и вообще на вот давайте так мы вот тоже все разговариваем ультра скороспелые раннеспелые там просто скороспелые да это все очень сильно тоже по зоне различается и очень часто мы наблюдаем что сорта разных фирм внутри одной группы спелости к определенному дате могут созреть а могут не созреть это все двигается из года в год от условий года и от фирмы к фирме и мы имея 7 много сортов на мелкой делянке часто наблюдаем что ориентируемся лучше бы я ориентировалась на сорта который к определенной дате подошли вот у нас допустим соковские сорта в этом году основная масса подошла там в конце август к 1 сентября уже практически все мы убрали то что касается соковских сортов у них конечно основной массив того что выращивается в нашей зоне это сорта которые можно сеять как предшественник подозимую пшеницу но большинстве своем особенно в этом году и естественно что у ультра скороспел а вот этих раннеспелых условно сортах у них белок как правило выше чем на позднеспелых связано ли это как-то с физиологией или связано с тем что как правило все таки все раннеспелые сорта имеют меньший срок вегетации и они конечно чаще всего дают меньше урожай чем позднеспелые это тоже надо понимать но позднеспелые дают меньше белка то есть надо четко понимать какую задачу должен исполнить сорт вот если мы говорим про сорта соковский которые в этом году мы убирали вот у нас для примера могу сказать что а вон нас в производстве дала 37 белок артика 39 дала дока 38 это все асв фарта дала 39 сортовая часть здесь внесла основной вклад в этот конкретный белок то что по этому году белок в зоне низкий это тоже объективная реальность но если мы говорим в состоянии или сорт дать высокий белок эти заключения можно делать только на основании нескольких лет испытаний бывают года что удачные для сорта и неудачные для сорта да есть сорта которые стабильно дают невысокий белок такие есть есть которые в зависимости от погодных условий туда-сюда катаются планку которую нам дает там 38 40 или 42 в зависимости от года дают переработчики она тоже двигается туда-сюда и тоже это понимать надо через какой порог мы перешагиваем когда уменьшаем или увеличиваем рентабельность гектара гектара нашего поэтому по этому году как можно было повлиять на белок я не знаю я вижу что питание здесь не сыграло роль но она реально на белок повлияло по нашим опытом срок сева тоже для меня необычная ситуация но это не тот фактор который можно заранее решить для себя я сею рано или поздно ты все равно ориентируешься на какие-то конкретные условия и возможно что именно в этом году так сложилась погода в какие-то критические фазы которые коренным образом повлияли на белок поэтому как бы то ни было в хозяйстве должна быть мозаика сортов должны быть сорт должен отвечать конкретным задачам которые перед ним ставят хозяйство надо посеять после сои а зимку пожалуйста ультраскороспелый но будь готов что белок конечно будет отлично но урожайность будет несколько ниже нет задачи ставить значит другая раскладка все вот эти параметры надо понимать не говорить огульно что у меня белка не долг тот или иной сорт который раньше давал в этом году вот он не дал например белка тут надо понимать все составляющие которые привели сорт к этому белку юрий антонович ваша система питания сои всегда обеспечивает достойный белок наш опыт наша точка зрения по поводу белка да мы считаем что конечно первое это селекция вот мы традиционно сидели на селекции и импортной вот она всегда давала там 42 и выше да вот но проигрывали урожайность вот и когда перешли на селекцию сока пару процентов белка мы про потеряли то есть 39 плюс вот этот год там 39 42 вот так такие рамки собираем да то есть это селекция то есть с коллегами то есть экономика прежде всего да соотношение первое это селекция второе это технология и питание очень важны дело не в нашем подходе дело в целом если мы обеспечиваем технологии защиту сои от сорняков вредителей постоянно ее поддерживаем питание практически каждый год мы можем получить хороший протеин приведу пример там левый берег волги абсолютно без дождя 38 протеин да то есть это второе и третье на белок очень сильно влияет помогает нам дождь тут конечно если с дождем повезло он нивелирует наши недоработочки системе питания защиты хотелось бы тоже всех предостеречь предостеречь наверное когда озвучивать цифру по урожайности озвучить цифру по белку когда озвучить цифру по белку озвучивать по урожайности потому что очень часто мы вот в сетях видим историю что у меня не дал белок но ты тогда скажи какая у тебя урожайность там потому что обычно они у них обратная вот эта вот корреляция и там на 15 центнерах получить там белок 42 это одна история. Получить на 30 центнерах белок 42, вот пойди попробуй вот эту историю получить. Так что тут как бы не надо лукавить, надо всё-таки чётко сформулировать свою мысль. С дождём у нас в Приморке повезло слишком. Круто, да? И Веда при рожальности 36 дала белок 41,5. Вот, попробуй, получи. Ну, это дождь, да? Дождь и технология, да. Но я всё-таки больше склоняюсь к тому, что сорта. Сорта разные, как бы вот генетика здесь, конечно, очень сильно решает. Очень надо смотреть, как бы. А дальше уже, да, если это интенсивная генетика, если она расположена к тому, чтобы получить хорошие и качественные показатели, и урожайность, конечно, в неё надо вкладывать. Вкладывать из точки зрения, ну, полной всего циклотехнологии. Если вы изначально понимаете, что у вас ресурс, там, финансовый, технический, он не готов к интенсивной технологии, пожалуйста, берите экстенсивные, скажем так, сорта, ну, назовём их условно экстенсивные, может, они более стабильные, да, там, не такие, там, урожайные, и занимайтесь с ними, как бы, сейте, при меньших затратах получайте, как бы, свою рентабельность. Друзья, спасибо вам большое за беседу. На этом наш вечер сегодня закончен. Мы увидимся ровно через неделю и будем обсуждать защиту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова